В продолжении целого цикла у нас такой тур, можно сказать, по России с консультациями и тренингами. Я хотел бы, прежде всего, немножко познакомиться, чтобы понять... Что привело вас сюда, чего вы ждёте? Буквально в двух словах, если можно. Давайте. Меня зовут Наталья. Мы пригласили с Юрием Алексеевичем сюда наших уважаемых гостей. Я соционику знаю уже 3,6 лет. И, конечно, уровень книжный и немножко общения на эту тему мне уже не хватает, потому что, в принципе, хотелось бы начать заниматься этим более профессионально. Меня зовут Татьяна. Наверное, у меня с Натальей схожая цель приходить сюда, потому что соционикой я тоже изучаю 6,7. Самостоятельно по книгам. Хотелось бы систематизировать свои знания и пообщаться с людьми со свободными интересами. У меня зовут Карина. Соционикой я занимаюсь, наверное, команда, наверное. Ну, тоже по книгам, и мне удалось немножко поучиться. Да, по-настоящему. Но для меня этот тренинг, это, конечно, величайшая возможность посмотреть на это с другой стороны. Со стороны, наверное, какую-то другую школу. А где вы учились? В НИИ соционике. Ага. У Прокофьевой, да? Меня зовут Валентина Алексеевна. Я знакома с соционикой ЕР-10. Всегда с интересом читаю книги. Мне больше всего, конечно, интересуют соционики, теории, ну, как бы, соотношения, чтобы лучше забраться в семейных отношениях, в личных отношениях, а не в производстве. Да. Вот. Хотелось бы более угодно узнать об этом. Меня зовут Юлия. Работаю риэлтором. Хотелось бы, чтобы соционик помогла в профессиональной сфере, естественно. Увлекаюсь ее чисто на уровне пользователя. Вот. В течение пяти лет, как бы, обзнакомилась с Юриком и с Натальей. Очень хорошо. У меня зовут Лариса. Я первый день на занятиях. Но мне тоже интересна эта программа. Значит, мы проведем, как бы, наш курс построен так, что ли? Я тоже. Да. Я с соционикой познакомился в 1992 году в журнале «Знание и сила». Вот. Затем быстро на практике выплатил про свой курс, про типиров. И, значит, составив группы в соответствии с этим, этот эксперимент продолжается до сих пор. Группы дружат. Ну, а в основном все это было изучение книг. Да. И, собственно говоря, вот таким образом до сих пор я это применяю сейчас в врачебной практике. Вот. Но необходимо именно, чтобы это знание, как принято и во врачебной среде, и во многих средах умения, переходило от человека к человеку, от тех, кто являются носителями, собственно говоря, вот из истоков образования науки соционики. Поэтому мы с вами и пригласили вас сюда, и были в Киеве у вас на международной конференции соционики. Спасибо. Ну, я скажу, что мы, у нас курс построен так, чтобы сделать связное, последовательное изложение соционики, ничего не упустить, потому что очень часто, когда люди знакомятся фрагментарно по книгам, остаются какие-то пробелы. Ассоции какие-то пробелы и несвязки, и потом возникают сложности в каких-то моментах понимания каких-то аспектов соционики, понимания людей, типов и так далее. Мы занимаемся соционикой уже больше 20 лет. С 91-го года мы проводим консультации. Так получилось, что как только мы организовались как институцию от международной институционки в Киеве, нас пригласили к себе из «Газпрома» предприятие на крайний север, и мы много лет работали наездами, таким вахтовым, можно сказать, методом на крайнем севере. Это север Тюменской области с предприятиями «Газпрома», потому что там вопросы подбора кадров, даже реорганизации коллективов очень были важны, потому что достаточно экстремальные условия. температуры до 40 градусов, а мороза зимой. А летом плюс. А летом плюс. Там весной меняется иногда очень быстрые перепады температуры порядка 20-30 градусов за сутки. Поэтому, и мы работали там с 30 предприятиями, в течение многих лет могли проверять многие вещи на практике. То есть как работают законы соционики, как люди ведут себя в той или иной ситуации, на тех или иных должностях, как происходит их служебный рост, то есть вот, когда много лет мониторишь коллективы, то, конечно же, видишь, поражаешься, насколько красиво и интересно и точно работают законы социологии. То есть поэтому все, что мы будем говорить об этом, оно вначале может покажется некоторой абстрактной теорией, но потом мы увидим, что все это работает на практике. Ну а если... Наш курс, он вырос, собственно, из опыта сдачи отчетов заказчику. То есть мы, когда работали на предприятии, мы должны были в очень сжатое время, очень краткое время изложить заказчику основы соционики и помочь ему взглянуть иным образом на свой коллектив, на свою работу, на своих сотрудников. И к 2003 году мы просто пришли к выводу, что мы всех заказчиков не проконсультируем, а рассказать руководителям о соционике как о средстве анализа информации мы можем. И вот так появился этот курс. Но потом мы убедились, читая его для разной аудитории, мы убедились, что он, в принципе, одинаково полезен людям, которые знакомятся с соционикой или давно знакомы с соционикой, для того, чтобы составить некое такое общее представление. Поэтому если у вас будут возникать вопросы, задавайте их прямо по курсу. Мы легко переключаемся, для нас это не составляет. Если вам будет казаться, что вы что-то знаете или что вы знаете иным образом, обсуждайте с нами это, мы с лёгкостью идём на это обсуждение. Литературы сейчас, слава Богу, появилось очень много, но литературы разные. В особенности это касается интернета. Там не всегда тексты одинаковых качеств. Но в любом случае, когда человек сам изучает какую-то область, у него создаётся какое-то своё представление. В результате общения в аудитории и общения с нами, это представление, оно дополняется, расширяется, усложняется. Поэтому мы имеем опыт чтения этого курса для самых разных аудиторий, не только для профессиональной цели. Мы просто знаем, что этот курс обычно полезен, независимо от того, на каком уровне знания социологи человек пребывается. Потому что дальнейшее изучение, после изучения этих основ, дальнейшее изучение, оно укладывается в некую систему. И это просто гораздо упрощает жизнь. Да, и в том, как у нас институт, мы издаём журналы, много журналов на сегодняшний день, самых разных. Вот и наш главный журнал, самый старый, «Соционика, металлогия, психология, личность». Он уходит с 95-го года. Вот раз в два года. Вот журнал раз в два месяца, да. А вот журнал «Менеджмент и кадры», «Психология, управление соционикой и социологией», то есть более специализированный. Вот журнал для психологов есть, «Психология и соционика международных отношений». И вот наш новый проект, такой пилотный, «Педагогика, психология и соционика. Потому что соционика сейчас очень широко распространяется. Она сейчас принята как часть программы обучения в более чем 150 университетах СНГ и Прибалтики. Её считают как составную часть ряда профилей, например, профиль бакалавра или магистра по социологии, по майонежинству и так далее. И, конечно же, очень много диссертаций защищено с использованием методов соционики. То есть соционика сейчас выступает не просто как чисто психологическое такое направление, вот типы личностей и взаимодействия, но это ещё и инструмент для анализа самых разнообразных явлений. То есть в самых разных областях. Ну, конечно же, прежде всего, это взаимодействие людей между собой, но не только. Ну, а если говорить ближе к теме нашего курса, то соционика мы определяем как новое интенсивно развивающееся направление, которое лежит на стыке социологии, психологии, информатики. И оно опирается на открытие в области построения коллективов. Её основателю Аушиев Глобина Мичуте в 1995 году был вручен диплом об открытии и медаль имени Академика Капицы. В настоящее время соционика применяется для построения лётных экипажей, в частности, ещё два слова об этом скажем. Есть даже приказ Министерства транспорта о введении в программу подготовки лётных экипажей. Три темы по построению, по взаимодействию экипажей лётных и взаимодействию с воздушным судном. С 1991 года соционика используется в Звёздном городке для подготовки космонавтов. Доктор Багдашевский, который ещё готовил Юрия Алексеевича Гагарина, он активно использует соционику для подготовки и неоднократно приезжал к нам на конференции. Они у нас проходят ежегодно в Киеве в сентябре. Вот в прошлом году была уже 28-я Международная конференция. То есть в чём достоинство соционики? Это то, что она позволяет предсказывать взаимодействие людей даже до того, как они были объединены в один коллектив. До этого, в общем-то, и кроме соционики, ни одна существующая теория не позволяет это сделать. Есть только экспериментальное направление социометрии Маринон, который просто предложил для сложившихся коллективов определять симпатии и антипатии, то есть вводить это в таблицы, таким образом рисовать систему, насколько люди друг друга оценивают, и таким образом, насколько этот коллектив, люди в этом коллективе воспринимают друг друга. То есть соционка решает обратную задачу социометрии, и этим она очень сильна. Но на сегодняшний день, например, только наш опыт, не считая опыта наших коллег, это мы работали с более чем 110 коллективами, это тысячи человек, несколько тысяч человек, как, чуть-чуть? Да, уже больше четырех. То есть это управленческие команды, вот я говорил это, в том числе 30 коллективов на Крайнем Севере, даже больше, потом самые разнообразные производственные, торговые коллективы, банки, предприятия, ну и так далее. То есть огромное количество самых разных юридические, страховые компании, то есть всюду, где существуют люди, можем говорить по совместимости людей, ну, конечно, есть отдельный раздел, это семейное консультирование, там тоже возникают интересные моменты, но важно, что как только мы используем методы соционики и применяем их к какому-то коллективу, то, конечно же, мы можем сказать, что иногда даже небольшими изменениями мы можем значительно улучшить состояние коллектива. И главное, что рекомендации соционики, они опираются на врожденные структуры, информационно-психические структуры человека, и поэтому эти рекомендации, они носят долгосрочный характер. То есть это может быть 5 лет, 7 лет и так далее. Ну и, конечно же, если уже прилагать, например, к менеджменту, то соционика позволяет дать и достаточно подробное описание типа человека, определить степень естественной информационной, психологической и деловой совместимости членов коллектива, обеспечить эффективное использование рабочих кадров. Мы на этом неоднократно остановимся, потому что даже иногда небольшая перестановка людей дает значительный экономический эффект, если это относится к бизнесу. Ну и, конечно же, коллектив оказывается более стойким, сокращается текучесть кадров, а коллектив становится более устойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям. В 90-е годы были частые задержки зарплаты, и в одном строительном тресте, который строил зимние дороги, так называемые зимники в тундре, поскольку это газодобыча и там транспорт ходит по тундре, в одном строительном тресте мы обнаружили очень низкие, у нас есть система расчетов, но при этом очень низкие коэффициенты у сотрудников, то есть у менеджеров управления, и мы сказали управляющему, то есть, вы знаете, нам эта ситуация очень не нравится. То есть, там просто отрицательные коэффициенты, то есть очень много негативных взаимодействий, и мы видим, что при таких взаимодействиях качество управления очень низкое, то есть у вас скоро будут большие проблемы. Ну, он сказал, да нет, ну что вы, тут все такие осознательные, приехали с первыми призывами, сели многие и так далее, но мы говорим, что, вы знаете, вот мы вас серьезно предупреждаем, оставили отчет ему и генеральному директору объединения, и уехали. Это было в ноябре, в ноябре 1994 года. В феврале 1995 года, я включаю телевизор, первый канал, забастовка в городе Натюль, в Однаме. И не просто в городе Натюль, а именно в этом Тресте. Рабочие перекрыли зимние дороги вокруг города и грозили закрыть газодвижки газопровода. Того газопровода, который подает газ европейскую часть России, ну и дальше в Европу. То есть приезжал сам глава Газпрома Вехерев, разбирались и прочее. Причина, им не выплатили зарплату за три месяца. Там это было нормально вообще говоря, потому что зарплаты были, естественно, большие, северные, но, кажется, все ждали, но вот здесь слопнуло. Здесь слопнуло, и дошло до большого скандала, конечно же, и больших проблем. Конечно же, все это дело как-то погасили, но потом, когда мы приехали, через полгода, то есть уже, это было в феврале, мы приехали где-то в мае, что нас встретили с такими, буквально, круглыми голосами, да, вы были правы, значит, и так далее. После этого, конечно, к нашим рекомендациям относились с гораздо удвоенным, скажем так, вниманием. Я просто хочу обратить внимание, что мы наблюдаем коллективы, находящиеся примерно в равных условиях. Мы наблюдаем людей, которые находятся, но все в одинаково сложных условиях, связанных с климатическими условиями, условиями работы, тогда финансовая обстановка в стране. И вот при этих примерно равных условиях, казалось бы, какой вклад в социальнических взаимодействий. А вот он оказывается вполне даже ощутимый и значительный. Где тонко, там рыбается. Причем, я хочу обратить внимание, что проблемы были в уровне информационного взаимодействия в управлении, а дороги перекрыли рабочие. Которые этим они живут. Но по странной связи именно рабочие этого управления, никакого-то другого. То есть вот это вот, ну, с информационной, опять же, точки зрения, положение дел в верхушке управления, оно оказывает влияние на всю структуру. И то, что мы говорим, когда мы говорим в социальнике об информационных взаимодействиях, интертипных взаимодействиях, мы говорим прежде всего об информации. Психологический контекст возникает после того, что взаимодействуют люди. Но вот этот информационный контекст, он оказывает влияние, в том числе и на поведение, на самочувствие людей, чисто психологическое. Мы говорим там, будем говорить, интертипные отношения, но мы говорим всегда об информационной подкладке этого отношения. А как оно психологически проявляется, это следующий этап. Но негативные информационные взаимодействия, они в конечном счёте, оказывают, выливаются в тяжёлую психологическую ситуацию, а хорошие информационные взаимодействия, они в конечном счёте, выражаются как хорошее настроение, высокая работоспособность, способность выполнять какие-то нестандартные задачи решать. Откуда берутся эти ресурсы? Они берутся из информационной части человека. Да. То есть в данном случае что получалось? Получалось, что плохое взаимодействие внутри команды менеджеров, оно приводило к несогласованности взаимодействия с линейным персоналом, на трассах, и в результате те получали с одной стороны противочивые сигналы, а с другой стороны никто им не мог внятно объяснить, что у них будет зарплаты, что у них будет там с обеспечением, и, конечно же, всё это привело сначала к напряжению, а потом к такому кризису в безобастовке. То есть это было прямое следствие того, что ну, как говорится, рыба гниёт с головы. То есть всегда, как ни странно, но 90% фирм, поскольку мы работаем с, очень много консультирован по подбору кадров, когда приходят менеджеры из других предприятий устраиваться, скажем, на предприятии, с фирм, которые мы консультируем, то они рассказывают, что, как правило, фирма лопнула, и они ушли не потому, что были экономические трудности, не потому, что был кризис, вот, например, в 2008 году, не единицы. Большинство говорит о том, что начались непонятные изменения в управлении. Директору захотелось сделать так, или там, учредителям захотелось сделать это. Они решили изменить какие-то правила игры. И вы знаете, всё посыпалось. То есть, на самом деле, это парадоксом. Действительно, большинство известных нам фирм, они прекратили свое существование, они начали рассыпаться вот именно потому, что нарушается именно вот эта согласованность управления в команде банджетов. Но это как раз связано именно с циуникой. И, конечно же, это касается и кадрового резерва и так далее, мы об этом будем говорить. Но важно тут понимать такой момент, что как бы то, что мы будем говорить в рамках циуники, оно имеет два контекста. Это психоинформационный и потом это переходит на психологический уровень. Поэтому как бы мы будем говорить об этих двух сопряженных аспектах. я только добавлю, что когда мы лет 10 назад выступали в Петербурге на такой всероссийском форуме психология бизнеса, и я сделал доклад о том, как мы применяем циунику на крупных предприятиях, вышло, ко мне подошло целый ряд менеджеров по персоналу и подходит директор Кандапожского цивилизотно-бумажного комбината. Это комбинат, который 90% бумаги или 80% производит для России. Говорит, у нас западный менеджмент, все куплено капиталом, у нас свои методики, вы знаете, мы накопили на каждого человека по 100 страниц информации на каждого сотрудника, мы не знаем, что с ней делать. Проблема в том, что можно человека тестировать до бесконечности. Тестов сейчас огромное количество. Вопрос в том, а что делать с результатами этого теста? Ни один из этих тестов не дает рекомендации, что делать дальше. Сказал нам тоже руководитель строительного управления, тоже на севере, говорит, меня два раза тестировали, у нас там свой институт, меня, моих сотрудников достает две такие толстые, два таких толстых тамина, говорит, ну и что с того, что я знаю, что ММПА у моего сотрудника 60% паранояльности, или там столько-то процентов шизоидности, а что мне с этим... это или плохо, хорошо это или плохо, и что мне дальше с этим делать, вот они нас протестировали, говорит, потом достает наш отчет, говорит, я впервые вижу конкретные рекомендации, что мне с этим делать, потому что сационик, как только мы понимаем, что, как только мы предаем тип информационного метаболизма, как только мы знаем законы сационики, мы сразу можем сказать, ага, этих людей мы можем сочетать так, этот человек более силен в этой области, этот в этой области, то есть этому лучше поручать такие задачи, этому лучше поручать другие задачи, и все, то есть совершенно понятный инструмент для любого организатора, любого руководителя, как работать с людьми, и больше ничего особо выдумывать не надо, кто хочет покопаться психоаналитически, там психиатрически, пожалуйста, это коллега, это это не имеет отношения конкретно к работе, к каким-то таким моментам, ну, семейная жизнь это отдельная часть, но соционика тоже ее очень хорошо описывает, ну, теперь давайте перейдем к аксиуму соционики, мы говорили, что курс у нас систематический, сжатый, но систематический, поэтому в свое время я разработал систему аксиум, которая позволяет очень сжато описать существо социологики, это страница пятая, сжатый, которые Продолжение следует...